А память сердце бережет. Так называлось мероприятие в школе номер один, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов, участников локальных конфликтов. Дата выбрана не случайно. 15 февраля 1989 года из Афганистана были выведены советские войска. К этому событию и была приурочена памятная дата. К праздникам ее причислить нельзя. В этом году исполняется 30 лет с момента вывода советских войск с территории Афганской республики. Встречи с воинами-афганцами проходят в комнате боевой славы школы номер один ежегодно. Среди выпускников школы есть те, кто прошел Афган. О них в школе собран и бережно хранится материал, с которым знакомится каждое поколение школьников. Если мы с вами обратим внимание на наш стенд «Мы воины-интернационалисты», то мы видим, что здесь среди множества фотографий мы видим фотографию Сергея Геннадьевича Гришина, нашего выпускника, что особенно накладывает на нас, наверное, какую-то вот дань того, что мы должны сохранять эту память. Мемориальная доска Сергея Геннадьевича Гришина установлена на градостроительном техникуме, а у нас вот имеется с вами только такой стенд. Но мы всегда помним и гордимся тем, что нашу школу окончили не только три героя Советского Союза, но и участники боевых действий. Сегодня мы собрались здесь с вами для того, чтобы еще раз почтить память тех, кто не вернулся, и отдать дань уважения тем, кто выстоял. И спасибо огромное людям, которые откликаются и приходят к нам на такие встречи. В этом году на патриотическом мероприятии присутствовал выпускник школы Константин Виноградов. На школьном стенде его фотография и строки о боевом пути. Константин Вячеславович служил в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане и с честью выполнил свой интернациональный служебный долг. Служил в разведке, принимал участие в боях с бандами душманов. За боевые заслуги в 1986 году награжден медалью за отвагу. Эта фотография, наверное, где-то примерно 1985 года на одном из выходов. По словам героя, ворвавшись однажды в его судьбу, Афганистан так и останется в ней до конца жизни. От него никуда не денешься. Первые годы он был всегда во сне. Но сейчас, в основном, когда встречаемся, когда вот в такие моменты всплывают, что, естественно, все было, всего хватало. Воспоминания тяжелые и горькие, и поэтому гости на подобных встречах редко подробно делятся ими с молодежью. Приводят лишь отдельные факты и дают напутствие молодым, которым предстоит служба в армии и которые будут строить будущие страны. Это дата памяти. В этот день, я думаю, миллионы матерей вдохнули с облегчением, что их дети больше не погибли. Это дата памяти всех интернационалистов. Кроме Афганистана, у нас была Ангола, целая куча различных стран. Но это дата тех, кто остался, тех, кто не вернулся. Мы должны всегда помнить о том, что никто и никогда нас не будет защищать, кроме нас самих. В сущности, вот сейчас показывали кадры. Пацаны, это самый такой возраст, когда человек идет, он не задумывается ни о смерти, ни о чем. Он живет. Живет сейчас и больше ни о чем. За два года, потому что я там пробыл в разветроте, война не страшная. Страшная группа. Когда в черном тюльпане привозишь матери груз 200 в Белоруссию, и это в 11 часов вечера, а мать даже не знала. Это страшно. Я за то, чтобы поменьше было таких грузов привезти. Школьники традиционно со всей ответственностью готовятся к встрече с гостями, с такими интересными, достойными людьми. Под руководством своих наставников составляют программу мероприятий, учит стихотворение. Вот на таких примерах мы воспитываем и у вас чувство гордости, как за нашу школу, так же и за нашу страну. И мы посмотрели очень много таких хороших клипов, да, и может быть каждый на секунду представил, а смог ли бы я быть в такой ситуации, или смог ли бы я принимать участие в войне. Может быть каждому нужно задуматься. Приятно, что в школу приглашают? Нормально прийти, вспомнить, побывать в родных пенатах, в родные стены. Она изменилась ведь, правда? Естественно, естественно. Она только в стенах осталась тех же, а все кругом поменяно, все кругом по-другому. Вот, естественно. Вот здесь столярная мастерская была в свое время, а теперь это комната боевой славы. Память всех погибших в локальных конфликтах земляков и соотечественников ребята почтили минутой молчания. Далекое понятие «война» становится ближе школьникам, когда они видят живых свидетелей, тяжелых для страны испытаний, когда слышат их рассказы и напутствие. По мнению выпускника школы Константина Виноградова, подобные встречи нужны. Из своей школьной жизни он тоже вспоминает, как еще будучи мальчишкой, вместе с классом встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Например, до сих пор вспоминаю, как в этом актовом зале ветеран Великой Отечественной войны, артилерист, рассказывал историю о том, как они повстречались с друзьями американцами, которые изволили выстрелить, и наш артилерийский полк накрыл так, что они 50 километров убегали. Это воспитывают подсознательно или сознательно, но это все откладывается, это все закладывается, и именно на этом получается воспитание дух сам непосредственный получается. Так что это в обязательном порядке. Не будет этого, не будет у нас ничего, не будет нашей истории. Дети должны знать все, что оно было. Продолжение следует...